Ребята, здравствуйте! Вы, наверное, подумали, что я здесь развлекаюсь и мультики смотрю? Нет, я готовлюсь к передаче. Но я же не виноват, что вся моя работа связана с самым интересным делом, которое есть на этом свете – с мультфильмами. Ребята, а вы знаете, что может быть интереснее, чем смотреть мультфильмы? Интереснее, чем смотреть мультфильмы, может быть только одно – делать мультфильмы самому. Вы когда-нибудь задумывались о том, что героями мультфильма может стать самая обыкновенная пуговица? Или катушка ниток? Или даже ножницы? Ребята, давайте подумаем, что делают эти предметы живыми. Посмотрите, вот циркуль. У него нет ни рук, ни ног, ни головы. Он даже разговаривать не умеет. Но! Это циркуль делает живым движение. И совершенно не важно, какую технику используют аниматоры – рисованную, пластилиновую, компьютерную. Главное, чтобы объект двигался. Вообще, на русский язык слово «анимация» переводится как «оживление». Поэтому все мы, аниматоры, немножко волшебники. И сейчас, ребята, мы попробуем с вами совершить такое волшебство. Смотрите, что у меня есть. У меня есть вот такие картинки. На одной нарисован смешной человечек, у которого закрыт рот. Потом мы берем, кладем сверху еще один листочек и рисуем на просвет через окошко точно такого же человечка, только с открытым ртом. Потом совмещаем наши картинки, кладем их на стол. Приготовились. Три, четыре. Смотрите, что получается. Человечек как будто разговаривает, у него открывается рот. Вот такой вот примитивный мультик. Ха-ха! Сам ты примитивный! Нет, ну, конечно, сам по себе он разговаривать еще не может. Для этого нужна работа звукорежиссера и сценариста. Ой-ой-ой, вот только у тебя я разрешение и не спросил, могу я разговаривать или нет. Что-то померещилось. Ага, как об оживлении рассуждать, так мы первые. А как оживили, так сразу в кустык, да? Кто-нибудь, ущипните меня, ты? Ты разговариваешь? Да, 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 разговариваю. И, кстати, что за нос ты мне нарисовал? И цвет волос мне не нравится. Перестань на меня кричать! Галлюцинация! Хочу другой нос и другой цвет волос! Ребята, вы его тоже видите? Да, видят, видят. Вот поэтому я и говорил, что анимация способна совершать настоящие чудеса. А я продолжаю нашу передачу. Как мы уже убедились, создать движение можно, рисуя один и тот же объект в разных положениях. Именно такие ключевые положения и называются компоновками. А чтобы было понятнее, я вам сейчас это объясню на примере. Так, как там тебя, мультик? Слушай, раз ты здесь, пожалуйста, побудь для нас наглядным пособием. Ну ладно, ну пожалуйста. Да. Например, это положение у нас первая компоновка, а это вторая компоновка. Рисование от компоновки к компоновке предполагает, что потом вы дорисовываете кадры между этими позами. Этот метод самый распространенный в анимации. Представляете, сколько нужно нарисовать картинок художнику, чтобы сделать один коротенький мультфильм? Ой, и сколько же? Много. Ну вот смотри, частота смены кадров в анимации 24 кадра в секунду. Значит, художнику нужно нарисовать, ну, где-то 12 картинок, потому что одна картинка снимается два кадра. Многовато будет. Еще бы. Чтобы сделать один пятиминутный мультфильм, нужно нарисовать где-то около 7 тысяч картинок. Вот это да. А для полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь дномов» работали 700 человек почти три года. Вам открыть секрет мой? Только никому. Здесь течет волшебная вода. Но, впрочем, для того, кто решил по-настоящему стать аниматором, не страшны никакие трудности. Тем более, что современным художникам, в отличие от их предшественников, помогает компьютер. Так, мультик, а вот ты мне совсем не помогаешь. Может, расскажешь ребятам про историю анимации? История не мой конек. Все приходится делать самому. Не будет преувеличением сказать, что анимация родилась из самой жизни. Ведь жизнь и есть движение. Уже первые люди пытались это движение запечатлеть. Они рисовали оленя с большим количеством ног, как бы показывающих стремительность его бега. А в 10 веке в Азии появился театр теней. К обратной стороне большого полупрозрачного экрана прислонялись фигурки из картона или кожи. С помощью тоненьких палочек этими фигурками руководили кукловоды. Однако зрителю казалось, что герои двигаются по экрану сами. Однако настоящим открытием для будущей анимации стало изобретение фенокистископа. Этот прибор построил в 1832 году бельгийский физик Жозеф Плато. Принцип работы фенокистископа основан на способности человеческого глаза сохранять изображение. Ты сам-то понял, чего сказал. Специально для непонятливых объясняю. Смотрите, если в тёмной комнате включить фонарик и быстро-быстро-быстро им покрутить, то в воздухе за фонариком остаётся след. Ну вот, или ещё пример. Если в течение доли секунды посмотреть на лампочку, а потом перевести взгляд на тёмную стену, то вы увидите на этой стене отражение этой лампочки. Но на самом деле лампочка отражается не на стене. Она отражается на сетчатке вашего глаза. Мультик, ты что, на фонарик смотрел? Я больше не буду. А вот вам и первое домашнее задание. Сделать фенокистископ самим. Вы думаете, это сложно? Вовсе нет. Он даже у мультика получился. Для этого нам понадобится два круга, вырезанных из плотной бумаги, и проволока. Давай покажем ребятам, как это работает. Теперь, смотрите, мы надеваем наши круги на проволоку. В одном из них сделано 12 прорезей, а на другом нарисована танцующая пара. Ну, в разных положениях. Теперь мы вращаем наш диск с прорезями в одну сторону, а диск с парой в другую. Три-четыре. И если посмотреть вот с этой вот точки, вы увидите, что пара начинает танцевать. Слушай, а что самое главное в мультфильме? Самое главное в мультфильме – это сценарий. Ну, и персонажи, конечно, тоже. Вы только подумайте, ведь художнику нужно придумать их характер, их мимику, как они ходят, двигаются. И еще очень важен актер, который этих персонажей озвучивает. Вот Винни-Пух не получился бы без актера Евгения Леонова, потому что именно его голос, его жесты, мимика и легли в основу персонажа. Ну, а потом, когда персонаж готов, можно садиться и рисовать мультфильм. Ха, да ладно! Кто сейчас рисует? Сейчас все делается на компьютере. Мысли современно. Компьютер, конечно, прекрасный помощник художнику. Но сам по себе, без человека, компьютер не может рисовать мультфильмы. Он не может создавать образы. Потому что компьютер работает по определенным шаблонам. И то, что получается, смотреть неинтересно. Как аниматоры делают эти образы? Ну, это все зависит от характера персонажа. Ну, вот смотри, персонаж может быть веселым, а может быть грустным, может быть добрым, а может быть вредным. Вот ты какого хотел бы нарисовать? Школьного Зубрилу. Смотри, в мультфильмах все немножко преувеличено. Поэтому, если мы хотим нарисовать школьного Зубрилу, то мы, конечно, нарисуем ему большую голову, высокий лоб, потому что он умный. Вот, может быть, он даже в очках, потому что он книг много читает. А туловище у него, наоборот, будет маленькое, потому что физкультуру прогуливает. А вот если мы хотим нарисовать силача, то все будет наоборот. Голова будет маленькая, зато туловище будет большое и крепкое. Сразу видно, что сильный человек. Это да! Неужели ты сам все это нарисовал? Ну, это да. Но на большом проекте работает несколько художников-аниматоров. А еще, помимо них, на проекте работают художники-фазовщики, художники-контуровщики, художники-колористы. А эти что делают? Ну, смотри, художники-фазовщики рисуют недостающие фазы между двумя компоновками, а художники-колористы, например, раскрашивают персонажей. Но иногда эту работу берет на себя компьютер. А что же тогда делает художник-аниматор? Художник-аниматор придумывает движения и рисует ключевые компоновки. А как ты думаешь, у меня есть способности? Ну, конечно, есть. Смотри, ты же умеешь рисовать. Почти сам, своими руками, сделал фенокистископ. Вот только... Только что? Только для аниматора нужно еще одно важное качество. Какое? Аниматор должен быть внимательный. Он должен подмечать всякие мелочи. Ну, это самое простое. Я очень внимательный. Хочешь, проверь меня. Хорошо. Проверю. А заодно и наших телезрителей. Я проверю вас на знания мультфильмов. Готовьтесь, я буду задавать вопросы. Что делал дядя Федор, когда познакомился с котом Матроскиным? А. Выгуливал шарика. Б. Ел бутерброд. В. Подметалл подъезд. Г. Шел в магазин. Какое топливо использовал Карлсон для своего пропеллера? А. Бензин. Б. Солярку. В. Варенье. Г. Газировку. Что подарил ослику Иа Винни-Пух на день рождения? А. Шарик. Б. Горшочек. В. Хвост. Г. Рога. Что услышал большой ух, слушая небо? А. Шелест дождя. Б. Песенку медуз. В. Пенье птиц. Г. Падение звезды. И так, дорогие ребята, пришло время прощаться. Как прощаться? Ты оставишь меня здесь одного? Ну, ты тоже можешь идти домой. Домой? Домой, в эти пустые стены Мало того, что дразнишься, а еще и... Дразнишься? Я не дразнюсь, я для этого слишком хорошо воспитан Да? А кто меня галлюцинацией называл, а? Ну ладно, ладно, не расстраивайся Нарисуем тебе домик Ну? Давай, прыгай Да? А телевизор? Что я там делать буду? Один Книжки будешь читать? Это гораздо полезней Ладно, не грусти, к следующей передаче ребята нарисуют себе новое жилище Правда, ребята? Поможем мультику решить жилищный вопрос? А лучшие ваши рисунки мы покажем в нашей следующей передаче И рисунки, и ответы на викторину посылайте по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» для художника Малявина Ну, или на сайт www.radostemoya.ru Увидимся, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин